Звездного времени суток вам, граждане! Добро пожаловать на наш 67 выпуск! В нашей сети попались материалы, подтверждающие официальные расходы и доходы ЦИК за 2017 год. Поэтому, чтобы не пропускать наши видео, лайкайте, подписывайтесь и жмите колокольчик. Напоминаем, спонсором наших розыгрышей выступает магазин Майта, ссылка в описании. Перед тем, как рассказать вам о расходах ЦИК, мы поделимся с вами информацией от разработчиков. Начнем с двух выпусков Call in All Deaths. Компоненты будут переставать работать, как и в реальности. Чем больше вы их используете, тем больше шанс, что они сломаются. Также при частых нагрузках увеличивается шанс холостого срабатывания. Шанс того, что новые компоненты корабля сразу сломаются, ничтожно мал. Производство кораблей в будущем сильно ускорится. Объясняется это тем, что чем больше создаешь кораблей, тем проще их становится создавать. Вооружение. Заряды в магазинах не будут смешиваться после перезарядки. Отстреляв полмагазина и поместив этот магазин в инвентарь, в нем не станет больше зарядов. Перезарядка будет возможна, пока есть патроны. Энергетические ячейки можно будет дозаряжать. Технология создания планет позволяет создавать большие горы и равнины. В большинстве ММО атмосфера игры ломается постоянно всюду бегающими и прыгающими на ходу игроками. В противовес этому ЦИГи внедряют выносливость. В фланах нет логаута, не подразумевающего использования кровати, так что никаких спальных мешков. Анимация персонажа будет соответствовать вашим действиям во время игры. Нажатие кнопки Flight Ready, к примеру, будет дублироваться анимация игрока. Бану Мерчмен и Дефендер будут взаимодействовать друг с другом. Сначала выпустят Дефендер, потом посмотрят, как можно его связать с Мерчендменом. Айтем 2.0 позволит напрямую взаимодействовать с компонентами. Сломанный компонент можно будет достать и заменить на запасной вручную. Терапин первый в списке на тестирование этой фичи, вот поэтому его внутренние отсеки и открываются. Теперь немножко информации из выпуска Reverse the Verse. Будет три типа полетов. Первый тип – полеты в стиле Второй мировой войны, на основных двигателях и без трастеров. Второй тип – полеты в стиле астероидов, аркады от Atari, где движение вперед основано на главном двигателе, а крен, тангаж и рыскание на маневровых двигателях. Третий тип – Шесть ступеней свободы, где уникальная механика двигателей позволит инопланетным кораблям направлять импульс от двигателей в нужное направление. Для создания баланса корабли, созданные людьми, не смогут летать в третьем типе, но при этом будут иметь более сильное вооружение, нежели инопланетные корабли, использующие третий тип полетов. Стрейф и дрифт в атмосфере не будет возможен для всех кораблей. Капшипы будут все также медленны из-за своей массы. Тормозной путь будет составлять километры. Вес груза будет напрямую влиять на полет корабля. Если груз в отсеке будет размещен неравномерно, это будет чувствоваться при полете. Перегруженный корабль не сможет оторваться от земли. Если попытаться сесть перегруженным или на планете с очень высокой гравитацией, вы разобьетесь. Корабли с колесными шасси смогут садиться, как обычные самолеты, но не сейчас. Гравли в подвеску изменят, добавив серьезный дрифт в составляющую. Посадочный режим можно будет использовать, не выдвигая посадочные лапы. В будущем вы даже сможете посадить джавелин на планету и потом не взлететь из-за недостатка импульса от двигателей. В управлении прицеливанием с мыши и клавиатуры будут внесены некоторые изменения. Асимметричная вандульская коса, скорее всего, будет кренится с рысканьем. У Меркьюри же такой проблемы не будет из-за крайне удачного центра масс. Вопросы и ответы по Валькирии. Грузового отсека на Валькирии не будет. Максимум, оружейная стойка к каждому сиденью десантника с максимум размером под снайперскую винтовку. И все. В случае, если не будет достаточно людей для десантирования, то можно будет использовать NPC. Отсеки для перевозки десанта не модульные и не смогут быть использованы для чего-либо еще. Грузовой отсек не будет оснащен магнитными захватами для груза. Открытый грузовой отсек будет вызывать декомпрессию вплоть до кабины пилота, что является частью дизайна. Если в будущем нужна будет отдельная модификация корабля с грузовым отсеком, ее сделают отдельно, но никаких сменных модулей. Расходы ЦИК за 2017 год. Наконец, самое интересное. Сколько потратили и заработали ЦИК за 2017 год? Информацию, которую мы нашли, получена из официального источника, но прежде чем выложить все карты на стол, хотим вам напомнить. Полгода назад мы уже делали видео со своей аналитикой касательно заработка ЦИК за 2017 год. Ссылка будет в комментарии от автора. При подведении расчетов мы старались учесть все факторы. Заработная плата сотрудников, которую можно было получить из ресурса Glassdoor. Налоги, которые необходимо уплатить не только в США, но и в Великобритании и Германии, так как именно в этих странах находятся офисы ЦИК. Аренда офисных помещений, которую мы получили от гражданина Дагамис. Использование лицензионного программного обеспечения и облачных сервисов. Покупка нового оборудования. Другие операционные расходы. После подведения всех подсчетов у нас получилась цифра от 2 до 4 миллионов долларов США. Ну что ж, пора подходить к самому интересному. Буквально на днях появилась статья на реддите под названием «Последний налоговый документ ЦИК имеет тенденцию указывать, что они являются финансово устойчивыми». Эта статья была опубликована гражданином SC The Burser. Он очень внимательно следил за финансовой ситуацией ЦИК. Информация, которая им была выложена, получена из официального источника и сейчас поясним почему. Foundry 42 является структурным подразделением Cloud Imperium Games в Великобритании. Они обязаны публиковать свои налоги каждый год, а в Британии такая информация считается публичной, то есть общедоступной. Для получения результата мы сперва используем финансовые показатели Foundry 42, чтобы понять насколько дорого обходится в среднем один сотрудник в Великобритании. Обращаем ваше внимание, что это общие валовые расходы, а не только заработная плата. Всего было потрачено на содержание всего штата 19 712 829 фунтов стерлингов. В штате числилось 318 сотрудников. Расход на человека 61 990 фунтов. Эта официальная информация необходима нам для того, чтобы подсчитать затраты ЦИК в целом. Безусловно, вы можете сказать, что у ЦИК офисы находятся в разных странах и привязывать официальные данные из Великобритании к Германии и США будет неверно. Но именно на Туманном Альбионе работает 64% от общего персонала ЦИК. Поэтому эта цифра не сильно будет отличаться от реальных данных. Также необходимо учитывать налоговую скидку, которую они получают. Тогда это дает приблизительную оценку стоимости ЦИК в целом. Мы также знаем их прибыль от донатов за 2017 год. Общее количество сотрудников ЦИК за 2017 год составило около 500 человек. Общее количество сотрудников, умноженное на количество расходов на одного сотрудника составляет 30 995 014 фунтов стерлингов. Налоговое законодательство Великобритании позволяет вернуть налоговому агенту оплаченные деньги за сотрудников, а также дает определенные скидки от раскрытия информации о налогах. Такая сумма составила 5 716 698 фунтов. Ежегодные расходы ЦИК после уплаты налогов составили 25 278 316 фунтов. В 2017 году курс по отношению доллара США к фунту стерлинга составлял 1 к 0,808, то есть коэффициент 1,24. Теперь переводим общие затраты ЦИК за 2017 год в доллары США и получаем 31 345 112 долларов. За 2017 год ЦИК собрали 34 942 886 долларов США. Для того чтобы получить цифру, которая осталась у ЦИК, необходимо вычесть 34 942 886 от 31 345 112 и мы получаем 3 597 774 долларов США. Именно эта сумма осталась у ЦИК за 2017 год. Как видите, наши расчеты и прогнозы оказались предельно близки к фактическим и находятся в рамках минимальной и максимальной цифры. Приятно осознавать, что многие часы, проведенные нами в поисках информации, ее анализы и подсчетах не пропали зря. Еще приятнее осознавать, что любимый всеми нами проект выходит в плюс по финансах, а это значит, что работа не будет останавливаться. Компания и проект будут только расти, а разработка ускоряться. Наконец, нам важно сказать, что мы очень ценим всех тех, кто нас поддержал тогда под тем видео. Это дает нам дополнительную мотивацию делать для вас только качественный контент. Спасибо. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Напоминаем, в нашу организацию открыт набор граждан. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться к нашей организации, мы готовы обсудить с вами детали. Не важно, какой у вас корабль. Главное, ваше желание и адекватность. Не забывайте о наших акциях, на которых 16.11.2018 и 30.11.2018 года мы разыграем ряд подарков. Также, регистрируйтесь по реферальному коду, который под видео и получите 5000 внутриигровой валюты. Субтитры создавал DimaTorzok